МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Президент издал указ. С 1 октября в России начинается осенний призыв. Рисуем на стенах лестничных клеток жилых домов общественная организация «Молодая гвардия» реализует проект «Стоп. Подъездный хаос». Быть в тонусе в «Газпромнефть-Муравленко» стартовали первые осенние спортивные игры. Замгубернатор Ямала Владимир Владимиров ушел в администрацию Ставропольского края. Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Ранее стало известно, что Валерий Зеренков, возглавлявший Ставропольский край с мая 2012 года, уходит в отставку. Уроженец Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что будет работать для своей родины, для своей страны. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу новобранцев осени 2013 года. В ближайшие три месяца армейскую и флотскую форму примерят на себя 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Из дома в казармы и матросские кубрики они уйдут ровно на год. Никаких изменений в сроках их службы с весеннего призыва не произошло. Серьезно не изменился и масштаб солдатского набора. Он чуть больше весеннего призыва, но почти на 10 тысяч превышает число новобранцев в прошлой осени. В Минобороны утверждают, что это временное явление. Совсем недавно глава военного ведомства Сергей Шойгу объявил, что скоро генералы откажутся от многолетней практики отлова призывников и погони военкоматов за новобранцами. Что касается северных территорий, в том числе Муравленка, то согласно закону о воинской обязанности у нас призыв начнется с 1 ноября и продлится до 31 декабря. Но работа по подготовке к осеннему призыву в отделе городского военного комиссариата уже ведется. Тех молодых людей, которые имели отсрочку от службы по медицинским показаниям, сейчас направляют на обследование и лечение. Ведут специалисты и учет горожан призывного возраста, поступивших в этом году в высшее учебное заведение. Сегодня можно говорить о том, что план наряд на призыв по нашему городу увеличат и новобранцы разъедутся служить по всей территории России. Тогда как ранее большинство призывников отправляли в центральный военный округ. С 1 октября, это завтра, начнется медицинская комиссия. То есть подготовительный такой процесс ведем. Параллельно, значит, ребята проходят профотбор, значит, смотрим личные дела, оформляем их, значит, через органы ФСБ на допуска уже соответственно, потому что в режимных, значит, в воинских учреждениях, это в частях, нужен допуск с некретным сведениям. Но это уже делается заранее. Ну и ряд других мероприятий. Подготовка призывного пункта, подготовка кабинетов медицинских работников, значит, закупка канцелярских принадлежностей, соответственно, подготовка личных дел. Большой комплекс вопросов. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев дал поручение разработать законопроект, который позволил бы ужесточить наказание для похитителей автомобильных номеров, паспорта транспортного средства или иного документа, за который вымогают деньги в качестве выкупа. Соответствующее изменение предлагается внести в статью 325 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Причем, как поясняют в МВД, данная инициатива связана с возросшим числом обращений о похищении имущества автовладельцев. При этом, как подчеркнули в договорно-правовом департаменте МВД России, изменения не затронут законопослушных граждан, которые, руководствуясь требованиями Гражданского кодекса, имеют право на вознаграждение как за найденные документы, так и за автомобильные номера. Городской семинар по правилам дорожного движения прошел в Муравленко. Кроме сотрудников госавтоинспекции, участие в нем приняли педагоги, которые в своих детских садах и школах обучают детей основам безопасности на дорогах. О том, что обсуждали на семинаре, расскажет Эрнест Бавшин. В Муравленко в каждом образовательном учреждении города есть педагог, который, согласно учебной программе, обучает детей основам безопасности поведения на дороге. Кроме того, в школах и детских садах разрабатывают и проводят собственные мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения. Исходя из этого, обозначили и главные цели семинара – для педагогов поделиться с коллегами своими наработками, а для инспекторов ГИБДД высказать пожелания представителям общеобразовательных учреждений и подвести итоги прошедшей проверки. На основании совместного указания ГИБДД округа и Департамента образования мы провели обследование образовательных учреждений на предмет организации работы по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах. Комиссия работала городская в течение двух дней. И сегодня на семинаре совещания по итогам данной проверки были озвучены результаты данной работы. И каждой школе было предложено показать, отметить наиболее сильные стороны в организации их работы, показать специфичность их работы. Проверяющие пришли к выводу, что во всех школах и детских садах работа ведется на достаточно хорошем уровне. Подтверждают это и сотрудники госавтоинспекции. Они опираются на цифры статистики. Мы исходим из анализа. Если в предыдущие годы, допустим, взять 2009 год, у нас по вине детей было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в прошлом году у нас было одно дорожно-транспортное по вине ребенка, то в этом году на сегодняшний день у нас ДТП по вине детей нет. Это все-таки говорит о той работе, которая проводится в общеобразовательных учреждениях города. И все же Вера Кабанова отметила, что из-за климатических условий муравленковским школьникам не хватает практических занятий. Поэтому большие надежды возлагают на социальный сетевой проект «Мы за БДД. Пешеход, пассажир, велосипедист, водитель». Его на семинаре представил межшкольный учебный комбинат. Планируется, что в этой программе примут участие учащиеся с 3 по 11 классы. Авторы проекта рассчитывают, что его реализация повысит у муравленковских детей и подростков уровень теоретических и практических знаний по безопасности дорожного движения. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Пенсии в России в 2014 году будут проиндексированы дважды 1 февраля и 1 апреля. При этом суммарная индексация составит более 8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина в ходе совещания по проекту госбюджета на 2014-2016 годы. Что касается пенсии, мы планируем, что суммарная индексация составит чуть более 8%. Соответствующее средство заложено в бюджет, уточнил Топилин. Он также добавил, что ведомство будет ежегодно повышать уровень пенсии по старости, а также повышать соотношение с прожиточным минимумом. По словам министра, это приведет к тому, что Минтрут выйдет на ранее планируемые показатели, по которым пенсия к 2018 году должна равняться двум прожиточным минимумам пенсионера. Также подготовлен и проект закона о повышении минимальной заработной платы с 1 января следующего года на 6,7%, сказал Топилин. Это те возможности, которые позволят нам сохранить то же соотношение с прожиточным минимумом, чтобы минимальная зарплата не снижалась, а все время была на определенном уровне. Это требования профсоюзов, с которыми мы эти вопросы согласовывали, уточнил глава Минтруда. 1 октября – Международный день пожилого человека. С начала 1991 года его начали отмечать в Европе, затем в Америке, а с конца 90-х во всем мире. В этот день в некоторых странах на телеканалах и радиостанциях в эфир выходят программы с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября проходят различные фестивали, конференции и конгрессы. Общественные фонды устраивают благотворительные акции. Муравленковских бабушек и дедушек городской совет ветеранов собрал в преддверии праздника в молодежном центре. Перед ними с концертными номерами выступили творческие коллективы города, а заместитель главы администрации Елена Молдаван уточнила, что этот праздник людей – молодых душой. Представители власти вручили на праздники и благотворительные адреса. Люди, которые отработали всю свою жизнь. В нашем городе – это большинство тех людей, которые приехали сюда в 83-м, 84-м году и позже. Мы вложили свой ум, свое трудолюбие, свое мастерство в то, чтобы мы жили сегодня в таком хорошем, благоустроенном, красивом городе, как город Муравленка. Участники общественной организации «Молодая гвардия» реализуют проект «Стоп подъездный хаос», цель которого – навести порядок и преобразить лестничные площадки домов Муравленка. Наш корреспондент Татьяна Сорокина наблюдала за работой художников-любителей. Лестничные площадки одного из подъездов жилого дома в Муравленка превратились в горную долину. Тут и красные маки, и голубое небо. Валентина Графова вместе со своими детьми – четырехлетним Тимофеем, трехлетней Маргаритой и двухлетней Сладиславой – творят вместе с другими участниками «Молодой гвардии». Малыши трудятся рядышком. Пока у них выходят каляки-маляки, которые легко отмыть, если потребуется. Благо, краска водоэмульсионная. Ребенку необходимо пространство для творчества, говорит Валентина. А лист бумаги ограничивает свободу маленького художника. То ли дело стены в подъезде. Если, допустим, ваши дети все норовят стену изрисовать, да вытащите вы его, пусть нарисуют, а потом сотрете, если соседи будут против атак. В принципе, вот в этом я вижу плюс. Я для детей это делаю. Потому что бывает, они не хотят заходить с улицы в подъезд, они не хотят спускаться, а ты ему говоришь, я пойдем туда, то посмотрим это. И он потихоньку поднимается, спускается. Инициаторами акции выступили сами жители подъезда. Точнее, эта мысль пришла в голову 25-летней Алисе Шабан еще два года назад. Тогда она хотела воплотить мечту своими силами и средствами. Но вскоре узнала, что можно получить деньги под реализацию проекта. Для этого необходимо выиграть в соответствующем городском конкурсе. Нам выделили денежные средства «Единый город» совместно с «Единой Россией». Когда я подошла к представителям, рассказала, что я хочу сделать, они сказали, вот пробуйте первый подъезд, обязательно соберите согласие всех жильцов подъезда. Мы это сделали, нас профинансировали. Теперь девушка заявила свой проект на конкурс «Профессиональная команда города». Если ей улыбнется удача и она победит, то можно будет получить еще дополнительную поддержку в виде денежных средств и профессиональной помощи художников. Наш проект, ну, так же, как, наверное, и предыдущий, направлен на наведение чистоты в подъезде. Во-первых, на то, что если даже ребята будут здесь отдыхать, скажем так, проводить время, греться, то им, наверное, не захочется уже что-то рисовать на таком красивом рисунке. По крайней мере, мы вот именно с этой целью начали рисовать в подъездах. Чтобы преобразить стены, девушки получили согласие всех жильцов подъезда. Сейчас в акции участвуют четверо педагогов и активистов. Можно было бы преобразить и большую площадь, говорят они, но сил не хватает, рисуют по вечерам после работы. Олеся мечтает, что ко дню рождения города удастся украсить не один подъезд. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. В «Газпромнефть-Муравленко» начались осенние спортивные игры. Такое мероприятие здесь проводят впервые. Главная цель, которую преследуют организаторы – привести в спортивный тонус работников «Газпромнефть-Муравленко» после летних отпусков. Плюс ко всему, это и своеобразная тренировка перед зимней спартакиадой компании «Газпромнефть». Соревнования проводят по трем видам спорта – мини-футболу, волейболу и дартсу. Осенние игры проходят при поддержке профсоюзного комитета «Газпромнефть-Муравленко». На протяжении этой недели мы будем проводить соревнования в вечернее время после работы. И я думаю, что в субботу уже подведем итоги этих соревнований. И это была завершающая информация выпуска. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго и до свидания. АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. Первого октября в Салихарде плюс один ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. В Ноябрьске два градуса тепла, восточный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко первого октября плюс три ветер восточный до 5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова